Всем привет, с вами Евгений Юрьевич, вы на канале Red Army Airsoft и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за прошлую неделю. Конечно, новостей не так много, как в прошлый раз, но все-таки кое-что есть. Субтитры создавал DimaTorzok реплик шлема от GearCraft, маска 1сч с маркировками лорда Тачанкина из игры Rainbow Six Sage. Вот вы смеетесь, а по словам представителей магазинов, в последнее время народ просто разорвал менеджеров с запросами, когда этот шлем снова появится в продаже. Так вот, он снова в продаже и те из вас, кому он так сильно был нужен, успеваете, я даже оставил ссылку. LCT продолжает работать над репликами тактического обвеса от Zenit. Судя по фото, которые LCT с завидной регулярностью выкладывают в сеть, совсем скоро на аккаунт LCT мы увидим цевьё с респланками B30, кронштейн над газовой трубкой B31, крышку ствольной коробки с респланкой B33, пистолетную рукоятку RK0 и рукоятку перезарядки RP1. Не знаю зачем, но ещё LCT показали, как будет смотреться AK-12 AEG с новым электробубном, над которым они работают. Любители пулемётить из АК и эффективного страйкбола должны порадоваться. На фото вы можете увидеть, как организована внутрянка у нового бубна. Очень похоже на начинку бубна от CYMA. Питается от трёх пальчиковых батареек, вместимость 2000 шариков, общий вес 800 грамм. Владелец компании LCT Кевин продолжает на своей странице на Facebook спойлерить будущие новинки. Судя по всему, сейчас идёт работа над AEG версией HK33. Каких-то подробностей у меня пока нет. Компания S&T пообещали, что уже этой осенью выпустят новую линейку газовых карабинов M4 серии. Ресиверы обещают из металла, скорее всего имеется в виду какой-то алюминиевый сплав. А вот фурнитуру обещают из нержавеющей стали. Ещё обещают какую-то новую камеру хопапа, которая будет работать со стандартными резинками AEG типа. King Arms анонсировали газовую снайперскую винтовку Remington M700 в обвесе от CAA с ресивером из алюминия. Если честно, я видел прототип этой винтовки на стенде King Arms ещё весной на выставке EVO 2019. Но так как она газовая и было мало времени, не придал ей особого значения. Судя по анонсу, выпуск ожидается уже совсем скоро. Буквально пару дней назад в Японии закончилась 59-я выставка Хобби Шоу, на которой Tokyo Marui показывали свои новинки. Очевидно, что главной новинкой этого года Tokyo Marui является Next Generation AEG версия пулемёта MK46 Mod 0, релиз которого запланирован уже на ноябрь этого года. Не знаю, как зайдёт этот пулемёт в России, но на западе вокруг него определённо царит ажиотаж. Главными фишками пулемёта называют самую сильную отдачу, которая до этого была реализована в AEG, имитацию движения ленты патронов, умную электронику с функциями самодиагностики и контролем за режимами огня, контроль шаров в коробе, то есть когда шары в коробе кончаются, электроника не даёт выстрелить в холостую. Стандартно для Tokyo Marui хороший хоп-ап и другие фишки, свойственные последней генерации Next Generation AEG. Ценник не самый гуманный – 1365 долларов за штуку. И это там. Помимо самого пулемёта на презентации показали, как выглядит гирбокс. Как и ожидалось, он там свой уникальный. Ещё на стенде можно было посмотреть на внешний тюнинг для этого пулемёта и даже специальный чехол для переноски. Помимо пулемёта, Tokyo Marui показали обновлённый ГББР-карабин МТР-16 в золотой расцветке, обновлённый ГББ-пистолет М4А51 в чёрной расцветке, ещё раз показали пистолет В10 Ультракомпакт, который давненько обещали выпустить, показали газовый карабин Type 89 со складным прикладом и какой-то розовый пистолет из аниме Sword Art Online. Компания Angel Customs сделали свой вариант реплики глушителя PBS-1 для АК-серии. Ну как реплики? Смотрите сами. Надпись «Лазером спецназ» вколачивает последний гвоздь в гроб антуража. Плюсы, тем не менее, есть. Глушитель сделан из авиационного алюминия, а значит, обещает быть лёгким и прочным. Покрытие анодирование. Резьба стандартная 14-. Глушитель без доработок можно использовать для маскировки трассерного модуля AT2000 от ASTEC, так как внутренний диаметр глушителя оптимизирован под диаметр этой самой вставки. До меня, наконец, доехал новый гранатомёт ТАК-35 и новые 40-мм выстрелы ТАК-35Д на вышибном заряде от Тагин. Скорее всего, всё это я первый раз отстреляю для дальнейшего обзора прямо на игре «Заря-9» решительный удар, который пройдёт на полигоне под Чебаркулем с 4 по 6 октября. Туда же едет наш магазин страйкбольной пиротехники Бабахи. На продажу эти гранатомёты мы пока, к сожалению, не привезём. Но посмотреть на экземпляр, который у меня на руках, будет можно. Если вам понравится, можно будет оставить предзаказ. Ещё мы планируем на начальном и финальном построении разыграть несколько трассерных насадок и сувениров от ASTEC. Так что не опаздывайте и не сливайтесь раньше времени. Мастерская Bull Gear Customs продолжает пулемётную тему. Для любителей антуража они сделали вставку в оригинальный боевой короб на 100 патронов для М249. По словам мастерской, при установке ничего пилить не придётся. Подключается всё предельно просто. Вставка и шланг подходят штатные от вашего пулемёта. Есть регулировка скорости подачи. Ёмкость более 2700 шаров. Ценник 6000 рублей. На выставке Ivo 2020 обещают сделать отдельную зону, в которой можно будет пострелять из новинок, которые будут представлены на выставке. Инициатор идеи RedWolf Airsoft. Для нас эта новость хорошая, так как мы собираемся туда ехать и сможем снять, как стреляют новинки. А значит подготовить более подробный репортаж. Других новостей у меня пока для вас нет. Как всегда предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, звенеть, звонить, звонить, звенеть, долбить. Короче, вот это вот всё про колокольчик. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова